Столичные исследователи провели в Ярославле серию обысков на квартирах. При этом их хозяевам предъявили решение Басманова суда Москвы, которым значилось, что они якобы проходят по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Ярославец Евгений Новиков один из тех, кто попал под раздачу. Парадокс в том, что на Болотной парень, как он сам говорит, вообще никогда не был. Тем не менее, у него дома провели обыск, изъяли компьютер, а после допросили в областном управлении полицию. Из-за этого Новикову пришлось отпрашиваться с работы. И он охранник на одном из ярославских заводов. В похожей ситуации оказался еще несколько знакомых Евгения. Сам парень, активист местного отделения Компартии, в апреле прошлого года принял участие во встрече с Сергеем Удальцовым в Ярославле. Возможно, тогда и попал в список неблагонадежных, из-за чего к нему нагрянули следователи. В защиту своего активиста выступил лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьев. Под раздачу сегодня первым в Ярославле попал наш молодой коммунист Женя Новиков. Около восьми утра он мне позвонил и говорит, что к нему пришли с обыском домой. Я его проконсультировал, что должно быть постановление суда. Только по этому постановлению можно проводить обыск. Он мне успел только сказать, что ему шьют дело по болотной. И 2 мая утром пришли, человек был на дежурстве 1 мая. Говорят, что он 1 мая участвовал в беспорядках. По определению не мог участвовать, он дежурил по суткам на предприятии, значит, в охране. Не сказали, какие он совершал действия в беспорядке. У нас беспорядков никаких не было. То, что мы проводили 1 мая. И тем не менее, значит, потребовалось 12 свидетелей доказать, что человек вообще был на работе. Теперь, значит, его берут сначала обвиняемым, а потом свидетелем по болотному делу в Москве. Он не был в Москве 6 мая прошлого года. С Удальцовым я встречался, это было в апреле месяце, но это была обычная встреча, когда он официально приезжал в Ярославль. И никаких средств и что-то подобного я от него не получал. И больше с Сергеем Удальцовым я никак не контактировал и никак не встречался. Следствие располагает большим количеством фотографий. Так как мы все активисты, это узнать там паспортные данные, адрес человека по прописке не составляет особого труда. Мы находились более двух часов вместе с московским следователем. На момент моего пребывания был только я один. И после моего допроса, когда меня выпустили, мне позвонили ребята и сказали, что всех, кто был на встрече с Сергеем в 2012 году в апреле месяце, проводят на квартире обыск и забирают. Продолжение следует...